Вера Трубоенко обратилась за помощью и с жалобой. Соседка нарушает права нескольких собственников жилого дома. Два года назад решением суда землю передали в муниципальную собственность. Соседка решение суда не признает. На земельном участке построила гостиницу – коммерческий объект. Она напустит отдыхающих, сама живет в Витязево, у нее там еще одна гостиница находится. Ночью невозможно спать, они кричат, пьют. Начинаешь призвать порядки, мы заплатили деньги, и что хотим, то и делаем. Разборки между соседями многолетней тяжбы из-за межевых метров – тема земельных проблем в рейтинге обращений на первом месте. Феликс Исаакян обратился к Сергею Сергееву за разрешением строительства спортивного комплекса в станице Анапской. Благородное дело оказалось на деле сомнительным предприятием. Ни на один уточняющий вопрос застройщик не смог ответить четко. Ответ заявитель получит в установленный законом срок и строго по закону. Этот объект, он мой. На сегодняшний день я просто… Интересно. Самострой построили? Это не самострой. А что? У вас есть разрешение? Это не самострой. Это что? Разрешение на что? На строительство. На ввод в эксплуатацию. На строительство. Это я, я еще раз говорю, это реконструкция. Это мое желание. Реконструкция чего? Жилого дома? Нет, там нет жилого дома. Ну так в объекты самостроя, в объекты самостроя, мне инвестиции не нужно. Если кто-то строит на 10 сотках объекты ИЖС, какой-то друг волен, то я, к сожалению, по закону помочь не буду. Борьба с коррупцией, ввод жилых объектов в эксплуатацию, приватизация жилья – решение большинства вопросов во власти судей. Жильцы дома номер 7 на улице Желанной в Суко несколько лет назад инициировали передачу жилого дома от Министерства обороны в муниципалитет с дальнейшей приватизацией. Сотрудники администрации города помогли. Министерство обороны до сих пор затягивает процесс и не исполняет решение суда. Что делает Министерство обороны? Расскажите. Оно не исполняет судебное решение, которое вступило в силу 9 апреля текущего года. Что оно еще делает? Они должны изготовить техпаспорт на ваш дом, отмежевать землю и передать нам все. Это они должны сделать. Дайте нам приватизацию, потом это пусть выживает. А каким образом я дам приватизировать то, что мне не принадлежит? Анапчанам, записавшимся на прием к мэру, если решить проблемы не получается, разъясняют, как можно помочь делу. Часто людям нужна просто юридическая консультация. Мэр Анапы Сергей Сергеев консультирует, полагаясь на профессиональный опыт юриста и 9-летний стаж работы главой.